всем привет ну что наши учебные визы которые мы получали на 6 месяцев подходят к концу они заканчиваются в 20 числах февраля естественно уезжать мы не собираемся наоборот у нас начались занятия в полициальной школе ну к сожалению пока только онлайн продлевать визу можно только один раз и это очень хлопотный и непредсказуемый процесс что же нам делать мы начинаем готовиться к подаче документов на карту побыту что это такое карта побыту это документ который предоставляет своему владельцу возможность законно находиться и проживать на территории польши в течение определенного времени получить карту побыта может каждый иностранец при наличии вида на жительство и работу однако они бывают разных видов и предоставляют разные возможности целом существует два вида этого документа карта временного и постоянного побыта сегодня разговор пойдет о карте временного побыта полученные на основании разрешения на временное пребывание на карту временного побыту в польше могут претендовать иностранцы которым необходимо длительное время находиться на территории этой страны больше чем предполагает виза или безвизовый режим для этого нужно получить разрешение на пребывание в польше который предоставляет право легально находиться в стране более чем три месяца для получения такого документа необходимо предоставить веские документально подтвержденные основания для пребывания на территории чужой страны ими могут быть официальная работа на территории польши открытие собственного бизнеса прохождение курсов польского языка перед поступлением в вуз или получением ученой степени вступление и стационарное обучение вузе окончание польского университета командировки иностранным работодателям на территорию польши ведение научной деятельности брак с гражданином либо гражданкой польши воссоединение семьи статус жертвы торговли людьми бывает такое другие важные обстоятельства ну тут рассматривается и индивидуально карта временного побыта выдается воеводы максимум на три года после того как заявить получает разрешение на временное проживание в польше в отделе по вопросам иностранцев воеводского управления по месту прописки уж он воеводский так называемый срок действия разрешения колеблется в зависимости от срока запланированного пребывания определенное время стоит заметить разрешение не продлевается автоматически поэтому если иностранец хочет дальше оставаться в польше он должен получать его снова что касается иностранцев которые планируют получать карту временного побыта на основании работы то им сначала нужно позаботиться о получении разрешения на работу это не касается студентов и выпускников вузов которым в этом случае разрешение на работу не нужно в случае обучения в польше процедуру выглядит несколько иначе первый раз карта побыта удается на 15 месяцев при продолжении обучения на три года а если же иностранец закончил польский вуз он получает право сразу же после защиты диплома подавать документы на изготовление карту побыта сроком на один год для поиска работы иностранцы которые находятся в браке с гражданином польши имеют возможность получить разрешение на временное пребывание такой документ позволит человеку работать в польше на тех же условиях что и польским гражданам то есть без разрешения на работу основание воссоединение семьи может быть применено в случае когда один из супругов находится в польше на основании разрешения на постоянное жительство в этой ситуации его жена либо муж могут получить разрешение на временное пребывание на основании свидетельства о браке что дает карта временного побыта карта временного побыта не гарантирует получение польского гражданства однако она может быть первым шагом к нему кроме этого существует другой ряд преимуществ и в частности это многократное пересечение границы с польшей без надобности открытия визы свободное путешествие в пределах шенгенской зоны в течение не более трех месячного срока в 6 месячном периоде затем возможность покупки и оформления на себя недвижимости в польше затем право регистрации и ведение предпринимательской деятельности в польше по упрощенной системе затем возможность подавать документы в польше на получение виз в страны не входящий в шенген то есть к примеру великобритании сша какие документы нужны для получения карты для того чтобы получить карту временного пребывания вам необходимо подготовить пакет документов состав которого входит анкета заполнены на польском языке документ подтверждающий необходимость проживания в стране подтверждение из учебного заведения трудовой договор и другие загранпаспорт и его копии страниц с отметками договор аренды жилья и прописка и плюс 4 актуальных фото размер три с половиной на четыре с половиной сантиметров медицинская страховка или подтверждение покрытия средств работодателя любых медицинских расходов на территории польши квитанцию об оплате гербов сбора подтверждение наличия минимального необходимого финансового обеспечения размер такого обеспечения должен быть больше дохода которая позволяет получать социальную помощь начиная с 1 октября 2018 года советом министров польши на сумму эта сумма установлена на уровне 701 злотых для лица которые ведут хозяйство самостоятельно и 528 злотых на каждого человека в семье подтверждением может служить выписка из банка о наличии средств на счете или справка о размере зарплаты студенты же могут предоставить справку о назначении стипендии или обязательство родителей переводить необходимую сумму каждый месяц лица которые хотят получить карту на основании объединения семьи и находятся на содержание иностранца должны предоставить подтверждение о наличии у него достаточного дохода для покрытия расходов всех неработающих членов семьи наличие жилья медицинского страхования и минимального уровня дохода могут не подтверждать только супруг или супруга польского гражданина и лица имеющие статус жертву торговли людьми дополнительными документами для студентов есть статус и подтверждение оплаты обучения если абитуриент несовершеннолетний то потребуется еще копии свидетельства о рождении все данные должны быть переведены на польский язык у присяжного переводчика выпускнику к вышеперечисленному списку документов нужно еще добавить диплом ему такая карта удается однократно сроком на один год если подавать документы для получения карты на основании работы то кроме упомянутого ранее разрешение на работу нужно еще иметь решение старосты об отрицательном результате исследования рынка труда если он нужен ну то есть что место не занято полякам заметьте если вы имеете карту временную побыту открытую работодателем то при смене места работы необходимо подавать документы на получение новой карты для лиц подающих на карту временного побыта на основании брака с владельцем разрешения на постоянное пребывание или гражданином нужно дополнительно предоставить свидетельство о браке а также вид на жительство супруга супруги за рассмотрение заявления на карту временного побыта нужно оплатить гербовый сбор 340 злотых иностранцам которые хотели бы получить разрешение на временное проживание и работу придется выложить 440 злотых однако при сезонной работе такой сбор составляет 170 злотых во всех случаях при положительном решении нужно будет дополнительно заплатить 50 злотых за изготовление пластиковой карточки подтверждение оплаты чек нужно добавить к вышеперечисленному списку документов подавать документы нужно в отдел иностранцев воеводского управления ужонт воевудский по месту прописки процедура рассмотрения дела продолжается один-два месяца в зависимости от ситуации в течение указанного времени будет происходить проверка данных заявителей польскими службами полиции пограничниками агентства внутренней безопасности и прочими 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 однако часто местные чиновники требуют приносить дополнительные подтверждающие документы что значительно затягивает дело тогда процесс может растянуться и до года случае когда срок действия визы закончился а процесс изготовления карты еще продолжается ваш загранпаспорт поставить штамп так называемая процессуальная виза но только в том случае если заявление на получение разрешения на временное проживание было подано не позднее последнего дня законного проживания в польше и не содержало официальных и формальных ошибок ну либо они не были исправлены в течение установленного срока именно благодаря штампу пребывания на территории польши будет считаться легальным до вынесения решения о предоставлении карты по быту однако он не дает права иностранцу путешествовать в страны шенгена можно только поехать в страну своего происхождения но чтобы вернуться в польшу нужно будет получить визу или воспользоваться биометрическим паспортом в рамках безвизового режима до много вопросов поэтому обратите на это внимание каждые три года карту временного побыта нужно обновлять самостоятельно самостоятельно процесс не происходит автоматически соответствующие заявления нужно подавать за 45 дней до окончания срока действия текущей карты каких случаях может быть аннулирована карта бывают случаи когда разрешение на временное пребывание и заодно и карту побыту могут аннулировать таком случае для выезда из страны иностранец имеет 30 дней причин для этого несколько цель пребывания иностранца на территории польши стала неактуальной иностранец перестал отвечать требованиям которые были основанием для предоставления ему разрешения на временное проживание иностранец внесен в систему нежелательных лиц для пребывания в польше из соображения общественной безопасности и порядка выявление ложных персональных данных или ложной информации в данном заявлении ложные показания и сокрытие правды при оформлении документов представлены поддельные документы затем налоговая задолженность затем отказ от обязательного лечения в случае болезни туберкулезом сифилисом и гонореей таким образом карта временного побыту значительно упрощает легальное пребывание иностранцев польши поэтому если вы планируете оставаться стране дольше чем три месяца то стоит оформить этот документ кроме того карта побыту может стать первым шагом к получению польского гражданства в следующем видео из этой серии мы расскажем о том какие документы необходимо собрать для подачи на карту побыту где взять страховку куда и как отправить документы в общем расскажем вам как на этом сэкономить деньги и нервы и не вступить с помощью мошенников обоими ногами в коричневую вязкую массу спасибо что досмотрели видео до конца основную информацию мы традиционно оставим в описании также ждем вопросы в комментариях на нашем канале и в telegram пока всем пока